Да что нам конец света? Плевали мы на этот конец света. Но раньше, через 500 лет, нам светлого будущего не видать. Программа, извините, сбилась. И нам еще 500 лет надо, чтобы прибраться хотя бы на своих балконах. Вот это ценятся те, кто вспомнили, что у нас на балконах. Что у них на балконах, вернее. Остальные вспоминайте, вспоминайте. Вот разрешите я угадаю, что у нас на балконах, у вас. У русских людей на балконах, знаете что? Все! Все, что не уместилось в квартире, все. Во-первых, лыжи. У некоторых одна лыжа, вот эта мне нравится. Спрашиваешь, зачем? На всякий случай. Какой у тебя всякий случай может быть? Ты что, когда инвалидом будешь, будешь на одной лыже кататься? Неподалеку от лыж цепь велосипедная 28-го года издания. На всякий случай, не знаю зачем, для самогонного аппарата, и где... Трехлитровые банки пузатые стоят, написано огурцы, там грибы. У наших людей никогда не совпадает то, что написано с тем, что внутри. Банки с красками, засохшие напрочь. Тараканы сотрясение мозга получают, когда туда попадают, падают. На всякий случай подкрасить. Чего тебе подкрашивать? Такие щели там уже давно ду... Холодильник рядом стоит. Старый-старый, ржавый-ржавый. Откроешь, там стоптанные тапочки. Домашние. Зачем? А вдруг война будет? И что? Ты чего, на голову противнику будешь сбрасывать этот холодильник? Все это припорошено колготками, трусами, носками, тряпками. Все, замес крутой такой идет на балконе. Потому что колготки вообще никогда не выбрасываются на машину. Это большая ценность. Потому что если они сносились сверху, их отрезают, носят как носки. А если сносились снизу, носят как трусы. Хотя я не знаю, как сносить сверху, но мне об этом написала одна читательница. Ха-ха-ха-ха. А в Астрахани мне женщина говорит, я вообще колготки берегу для огорода. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ну я натягиваю их на баклажаны. Я говорю, и баклажанную икру делаете? Я по незнанию вопрос дурацкий задал. Она говорит, да нет, я натягиваю колготки, ношеные на баклажаны, чтобы вороны их не поклевали. А знаете почему? Я открою вам секрет. Потому что вороны, они вообще запах о ношенных колготках... Колготок ношенных не выносят вороны. Они улетают, они не возвращаются никогда уже. Все. Даже дети этих ворон не возвращаются на этот огород. Память о запахе колготок в ДНК. У поколений воронят. Программа сбилась, что вы хотите. Видел по дороге однажды, от одного города в другой, стоял туалет придорожный. Было написано «Парадиз». Открываешь дверь, нет задней стенки. Светлое будущее водолея практически там. Вообще, вот такой рассказ о жизни в наших странах был бы неполным, если бы я не коснулся стран Балтии. Вот это просто какой-то определенный важный момент моей философии. Потому что страны Балтии, они взяли с запада самое хорошее. У них уже дома покрашены такие, как из конструктора Лего. Да, уже все аккуратненько, у них уже даже тучи ходят в строю. Я не знаю, как они добились таких успехов, но по всей Прибалтике, как они этого достигли, одеяло совпадает размером с пододеяльниками. У них пробки в ванной совпадают размером с дыркой. Ну как это может быть? И все пробки на местах, везде. Вот у нас приезжаешь в гостиницу, то ли пяткой затыкать надо, то ли садиться вот в эту часть ванны, чтобы вода не протекла. Я уже не говорю про пододеяльники, когда ты... Я езжу много, ведь в разных гостиницах останавливаюсь. Каждую ночь я начинаю перегонять от одеяла пододеяльники из угла в угол. Как хоккейную шайбу по полю. Там уже пляжные раздевалки сделаны аккуратненько, красивенько. Видно туловище до колена снизу. А у нас в Новороссийске я был. Там... Вот нижний край раздевалки. Мы были с бригадой артистов. Один артист очень гениальный, но не баскетбольного роста. Пошел переодеваться. А он очень известный артист. Народ стягиваться начал. А там еще ямку вытоптали поколение советских людей с 17-го года. Никто эту ямку не засыпал еще с тех пор. Я говорю, если б ты лифчик пошел надевать, это еще тебя бы спасло все. В Прибалтике уже финансовые расчеты, банки. Все это уже налажено, как на Западе. Там уже вы не увидите, чтобы в подъезде висело объявление, кто не оплатил за газ, тому газ будет пущен по вентиляционным трубам. Там уже на пыльных машинах пальцем не увидишь надписи, как у нас. Как у нас. Нашему человеку ведь помыть это тяжело. А вот пальцем написать. Не обгоняй меня, обидно. И довольный едет. Я видел Запорожец. Такой жалкий-жалкий. Пыльный-пыльный. Ну, Запорожец это вообще эмбрион джипа. Или выкидыш КамАЗа. Это как ходить. И вот на пыльном Запорожце пальцем было написано, два часа позора и я на даче. Жизнь туловища они наладили по-западному. Но есть одно но. И оно ключевое во всей моей теории. Раньше в странах Балтии были киностудия, литература, театры, журналы литературные. Этого ничего больше у них нет. Как будто они, нырнув за Западом, попали в какую-то духовную западню. Вот эти молодые люди, для которых главное попса, интернет, сережки в ушах, в пупках. Вот эти телевизионные игры. Эти молодые люди сегодня даже считать разучились. Как на Западе. Я американцу дал 10.45, потому что с меня нужно было получить 5.45. Он спрашивает, зачем здесь хватает? Я говорю, чтобы вы ровные деньги дали. Он говорит, я не понимаю, зачем ровные деньги дали. Был наш иммигрант, который стоял рядом со мной, сказал, пожалуйста, не объясняйте ему дальше. Ничего его заклинит. Он не сможет работать весь день. И многие, вот интересно, что очень многие эстонцы, латыши, литовцы, которые получили образование в Советском Союзе, смотрят наши программы телевизионные, смотрят наши фильмы, ходят смотреть постановки наших приезжающих на гастроли театров. И мало этой энергетики, как будто раньше они были на напряжении 220 вольт, а сейчас 13 у них вольт. У меня садовник в Юрмале, я ему говорю, засади забор, чтобы не видно было, что я там делал, а то подглядывают все время. Он говорит, да, все, я вернулся через месяц. Говорю, почему не посадил? Он говорит, посадил. Я говорю, что? Он говорит, вот, вот такого размера. Я говорю, это что такое? Он говорит, жасмин. Я говорю, я тебя просил закрыть весь забор. Он говорит, через 20 лет знаете, как разрастется? Мне не надо через 20 лет. У нас особая энергия, поэтому сегодня уже литовцы первыми начинают ненавидеть американцев. Потому что американцы уже пришли, это их правительство, американцы. И литовцы умудрились продать американцев нефтеперерабатывающий завод так, что остались должны американцы. Мне латыши говорят, мы смотрим только российские программы. Потому что наши, ну, невозможно смотреть. Но действительно, я попытался посмотреть в Риге программу одну. Ой, три белочки задавило сосной. Это... Я так переживал весь вечер. Лось утопился от такой жизни в озере. Три грамма наркотика перевезли через литовскую границу. И спор идет, хватило таможенникам или не хватило всех. У нас новости так новости. Энергия. Танкер столкнулся с пассажирским поездом. И вот начинаешь мыслить, они как нашли друг друга? Ну, конечно, наши новости, они энергичны, они заряжают энергией. Там в Эстонии прошло такое сообщение, что чиновника посадили. Полторы тысячи долларов взятку взял. Ну, стыдно даже. Нам вот 20 миллиардов дают России, чтобы мы уничтожили ядерное оружие. 20 миллиардов. Все-таки они тупые на Западе. Они что, не понимают, что 19 миллиардов даже до границы не доползет? Останется миллиард. На этот миллиард будут открыты институты по изучению проблем закапывания ядерного оружия. Во всех городах открыты филиалы, столовые, гаражи, автопарки, знамена, вымпелы, значки, пошиты. Останется тысяча рублей. Чтобы из них отложить заначку, на этот тысяча рублей наймут Колю с Васей, который за две бутылки водки лопатами зароют все ядерное оружие. Конечно, наши новости интереснее. А я приезжаю в Ригу, у меня водитель говорит, Михаил Николаевич, страшная новость. Я говорю, что случилось? Ну, думаю, может война с Эстонией началась. А он говорит, вы понимаете, собака перешла эстонскую границу, укусила пограничника и ушла обратно в Эстонию. И нет закона ее депортировать. Ну и какие новости интереснее смотреть? Конечно, наши. Парадоксальные. Ведь это надо каждый год. Вызывает удивление всего нашего народа. Одна и та же теленовость. Опять зима неожиданно подкралась. В январе. Да что же это такое? Правительство не предупредило вовремя. В странах Балтии даже как-то чувство юмора, знаете, даже вот чувство юмора уже не такое, как было во времена Советского Союза. Особенно, конечно, с эстонцами плохие дела. Потому что, ну, они особенно стараются подражать Западам. И все. Я говорю, что в человеке 90% жидкости. А в западном человеке 90% тормозной жидкости. Мы как-то с другом ехали из Риги в Таллин и остановили машину. Потому что с нашей там неприятность произошла. Остановили машину и с Тонко за рулем. Мы говорим, довезите. Она говорит, садитесь. Мы сели. Через 800 метров она останавливается. Готовы? Знаете, что говорит? Вообще-то я в Таллин не еду. Вообще-то я в Таллин не еду.